Нам необходимо понять, что если в нашей жизни случается кризис, то этот кризис не случайен, этот кризис не является случайным. Этот кризис является частью совершенного плана от Всевышнего Аллаха. И осознав, что этот совершенный план исходит от Всевышнего Аллаха, нам важно понять еще один момент. Получить знания о Всевышнем, которые помогут нам обрести уверенность в том, что во всем этом для нас содержится благо. Мы знаем, что Всевышний Аллах самый милосердный из всех, кто проявляет милосердие. И мы знаем, что Всевышний Аллах более милосерден к Своим рабам, чем мы в силах подобрать для этого слова, за исключением того, как Он сам описал Себя. И понимая, что Всевышний Аллах самый милостивый и милосердный из всех, кто проявляет милость, это приведет нас к довольству предопределением Всевышнего Аллаха. Это также приведет нас к осознанию того, что любой кризис в нашей жизни – это возможность измениться, совершенствоваться и приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Я верю, что мы должны начать именно с этого. Также мы должны разобраться с проблемой и путем ее решения, потому что если мы не разберемся, в чем суть проблемы и каковы пути ее решения, то мы не сможем понять, как помочь самим себе выбраться из этого кризиса. И как только мы осознаем, что проблема исходит от нас самих, мы поймем, что проблемы рождаются как следствие наших грехов, и это касается любых проблем и любых кризисов. Всевышний Аллах во многих и многих аятах Корана сообщает нам, что кризис, беды и проблемы сваливаются на нас по причине совершенных грехов. Всевышний Аллах сказал, смысл. Какая бы беда ни свалилась на вас, то это происходит по причине того, что вы сделали своими руками. Так же Всевышний Аллах сказал в Коране. Смысл. И когда на них не посылается беда, несмотря на то, что были подобные беды в прошлом, они говорят, откуда это пришло? Откуда пришла эта проблема? Что такого я совершил, чтобы заслужить такую беду? Скажите, что она пришла из-за вас самих. Вы сами стали тому причиной. А Аллах мощен над каждой вещью. Это утверждение о том, что Аллах мощен над каждой вещью, то есть о том, что Всевышний Аллах Кадир, означает не только то, что Аллах предопределяет или осуществляет все, что пожелает, но и также то, что само осуществление этого происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, то есть Он предопределил причину этого, это и есть грехи, совершенные нами. Передано с подвижниками, да будет доволенными Аллах, и от Али ибн Абталиба, да будет доволен им Аллах, о том, что ни одна беда не сваливается на человека, кроме как по причине его греха, и никогда эта беда не отводилась от него, кроме как после покаяния. Всевышний Аллах сказал в Коране, Всевышний Аллах сказал в Коране, «Появились пожары, засухи, голод, застой в торговле и падение спроса на товары и затопление вследствие грехов и дурных деяний, которые совершали люди». Может быть, они опомнятся, уразумеют. Давайте будем честными, число грехов, совершаемых людьми, не равно числу неспослаемых бед. Мы грешим намного больше по сравнению с неспослаемыми бедствиями. Может быть, они увидят результат своих действий, и, может, они опомнятся. И это ключевой момент. Может быть, они уразумеют. Таким образом, этот кризис не просто наказание. И это не то, что ниспосылается на человека, от чего он не может прийти в себя. Это было неспослано по особому мудрому замыслу Всевышнего Аллаха. Мудрость этого в том, чтобы человек мог осознать свой грех и обратиться с покаянием ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах сказал в Коране, «Смысл. Мы непременно дадим им вкусить наказание и в земном мире до того, каких постигнет великое наказание, вечное пребывание в огне. Может быть, наказание в земном мире заставит их опомниться. Таким образом, основной причиной любого кризиса, который случается с вами в жизни, это совершенные вами грехи. А причина, по которой это ниспосылается вам, испытание. Узнать, осознаете ли вы свой грех и обратитесь ли вы с покаянием ко Всевышнему Аллаху. Когда мы осознаем это, когда мы осознаем, что Всевышний Ииспослал этот кризис в качестве звоночка для нас, в качестве напоминания нам о том, что мы совершаем что-то не так, для осознания нами необходимости изменить свою жизнь, так вот, когда мы осознаем это, то мы поймем, что есть путь решения проблемы и выхода из кризиса. Мы можем совершить очень простое действие. Это очень простой шаг, но его не совершает никто, кроме тех, кому Всевышний Аллах даровал свое содействие совершить этот шаг. Если мы научимся делать этот шаг, то мы сможем ликвидировать причину неспосылаемого бедствия. Ведь этот кризис был неспослан по причине совершенных нами же поступков. И перед тем, как мы поговорим о решении проблемы, нам нужно понять очень важный момент. Нам нужно понять, что мы, люди, совершаем грехи. Мы, те, кто совершает ошибки. Я сейчас говорю не о маленьких ошибках. Мы совершаем большие ошибки. Мы совершаем ошибки, которые даже не осознаем. Днем и ночью мы впадаем в заблуждение. Днем и ночью. Особая милость от Всевышнего Аллаха тем людям, кто смог осознать свои ошибки и смог предпринять меры. Потому что у этих ошибок может быть одна из двух вещей. Эти ошибки или уже стали причиной кризиса в вашей жизни, или станут таковой в будущем. То есть, сначала вы осознаете свои ошибки, потом совершаете действия, способные очистить вас от них. Тем более, что по своей милости Всевышний Аллах даровал нам решение проблемы. Всевышний Аллах сказал о том, что у людей есть возможность выбраться из кризиса и проблем. Но самое начало этого пути, до того, как мы поговорим об искреннем покаянии, самое начало заключается в одном чрезвычайно важном моменте. И это осознание самого себя и оценка своих ошибок. Есть одно очень известное выражение. «Осуди самого себя до того, как осудили тебя». Уделите время и поразмышляйте об этом, потому что зачастую, столкнувшись с проблемой, мы начинаем метаться из стороны в сторону в поисках решения. Но порой мы не понимаем, что путь решения проблемы прямо перед нами, в отражении зеркала. Осудите свои поступки, поразмышляйте над своими действиями, подумайте о том, что вы совершили. Подумайте о том, что будет, если вы умрете сегодня ночью. Подумайте о том, что вы скажете, когда предстанете перед Всевышним. Подумайте о том, какие хорошие деяния вы совершили, и каковы были ваши плохие поступки, и какие были у вас на то причины. Затем сядьте и по-настоящему поразмышляйте над своими деяниями. Устройте суд самим себе, а затем задайте вопрос, стали ли мои грехи причиной проблем, которые посыпались на меня, или я заслуживаю еще более сурового кризиса. И, конечно, ответом на этот вопрос будет «да». Но осознав наши грехи, мы должны поблагодарить Всевышнего Аллаха за его милость в том, что он даровал нам знание распознать наши ошибки и возможность покаяться. Таким образом, мы доберемся до чудесного лекарства. Лекарство, на которое у нас уйдет несколько минут. Но реальность такова, что легче сказать, чем сделать. Это лекарство мы называем «тауба», это и есть покаяние. Всевышний Аллах пообещал прощение тем, кто покается. Всевышний Аллах сказал в Коране. «Поистине, я всегда прощаю тех, кто совершает тауба, верует, совершает благие деяния». Он на истинном пути. Также Всевышний Аллах сказал в Коране. «Разве они не знали, что Аллах принимает покаяние от Своих рабов?» Есть и другие многочисленные аяты Корана, в которых Всевышний Аллах рассказал нам о покаянии. И в нашей небольшой лекции мы просто не сможем упомянуть все те, которые говорят о покаянии. Затронем лишь некоторые из них. Всевышний Аллах сказал «Кул я аибадия الذина асрафу аля анфусиهم ла тақанату мин рахматиллах. Инна Аллаха яғфиру дзунуба жами'а». «О рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине, Аллах прощает грехи полностью. Ведь поистине, Он прощающий, милосердный». Как только мы поняли это, как только мы поняли, что Всевышний Аллах пообещал вам, Всевышний не нарушает Своего обещания. А ведь Аллах пообещал, что Он примет ваше покаяние, если оно было совершено должным образом, если ваше покаяние было искренним. Всевышний Аллах поведал нам об искреннем покаянии. Всевышний Аллах пояснил, какое покаяние является искренним, что оно означает, когда Он сказал, В суре от Тахрим Всевышний Аллах говорит, «О вы, которые уверовали, обратитесь к Аллаху с искренним покаянием. Может быть, Господь очистит вас от ваших плохих деяний и введет вас в сады рая». Таким образом, награда за ваше покаяние не только в том, что от вас уйдет кризис. Награда за ваше покаяние оказывается на многих уровнях. Эта награда ждет вас в этом мире, а также есть награда за Него в следующей жизни. Награда состоит в том числе и в том, что от вас уйдут беды, сотрется запись о плохих деяниях, они будут превращены в хорошие деяния. А еще одна награда – это рай для того человека, кто покаялся перед Всевышним Аллахом. Мы поистине не можем полностью передать в этой небольшой лекции всю важность того, чтобы человек находился в состоянии постоянного покаяния перед Всевышним Аллахом. А сейчас мне хотелось бы поговорить на тему того, что такое покаяние, и для начала скажу, что есть один момент, относительно которого нужно быть осторожными. Не путайте покаяние со словами стихфара, то есть выражением «астаффируллах». потому что очень многие люди языком говорят «астаффируллах», но не выполняют условия покаяния. «Истихфар» – это удивительное поклонение, если выполнять его правильно. Но для многих людей оно остается на языке, без участия сердца и других частей тела. Нам необходимо понять, что когда мы искренне каемся перед Всевышним Аллахом, то это и означает, что наше сердце должно покаяться, наш язык должен покаяться, все наши части тела должны покаяться, наше покаяние должно быть целостным и абсолютным. Нельзя каяться перед Всевышним Аллахом, произнося языком, но при этом сердцем, в котором нет чувства сожаления, или произносить слова покаяния языком, в то время как наши части тела продолжают грешить день за днем и ночь за ночью. Самое первое, что мы должны знать о покаянии, по своей сути оно содержит арабское слово аннадм, то есть сожаление, чувствовать сожаление о чем-либо. В действительности тауба покаяния может относиться к прошлому, настоящему и будущему. Прошлое, настоящее и будущее. Вам важно сожалеть об ошибках, допущенных в прошлом. Обращаясь взглядом в прошлое, смотрите на него с сожалением. От вас должно исходить сожаление о совершенном грехе. В вас должно быть чувство сожаления о том, что вы ослушались того, кто не спосылает вам пропитание днем и ночью. В вас должно присутствовать сожаление о том, что вы ослушались того, кто наставил вас и ведет по пути ислама. Прочувствуйте сожаление всем своим сердцем. Без сожаления, начавшегося в сердце, вам очень трудно будет перейти на следующий уровень. А если посмотреть на чувство сожаления, то это сожаление должно содержать в себе некие обязательные основы. Во-первых, вам необходимо осознавать свой грех, поскольку если вы не осознаете того, что вы грешите, то в вас не возникает чувство сожаления за совершенный грех. Затем вам необходимо осознать тяжесть греха. Затем вам необходимо осознать тяжесть греха. Очень много людей попали под процент кредитных карт, своего рода риба, и они говорят, это же незначительная сумма. В этом нет ничего такого. Несколько дирхамов, это ведь ничего не значит. Но при этом они не осознают, что этот грех является одним из самых худших грехов, какие только можно представить. Поскольку у людей нет понимания ситуации, поскольку они не осознают тяжесть этого греха, то в них нет и понимания того, насколько сильно они должны сожалеть о содеянном. Итак, для того, чтобы сожалеть о грехе, вам нужно осознать этот грех, а затем осознать тяжесть совершения этого греха. Все это относится к прошлому, нашему взгляду на прошлое. Что касается настоящего, то вам необходимо перестать совершать этот грех, потому что слишком много людей при совершении греха произносят астахферлла, к примеру, злословие. Люди говорят о ком-то, «Знаешь, вот тот брат такой, всякой, астахферлла, он очень плохой, астахферлла». То есть, говоря о ком-то, они произносят астахферлла и при этом совершают грех злословия. А ведь грех злословия является страшным грехом перед Всевышним. Но при этом, совершая этот грех, порой люди умудряются говорить, «Астахферлла, он такой и сякой». Таким образом, они не перестают совершать грех. Получается, что вы не перестаете совершать грех и не можете перейти к уровню раскаяния, если только не перестанете продолжать грешить. А теперь обратимся к смыслу покаяния в будущем. Покаяние в будущем означает, что мы должны предпринять искренние попытки проявить раскаяние. То есть, выразить искреннее намерение никогда не возвращаться к совершению этого греха вновь. В реальности мы понимаем, что все мы люди, и все же мы можем совершить нечто подобное. Но наше намерение, при котором мы произносим эти слова, «Астахферлла», каково наше намерение при этом? Наше намерение? Я не собираюсь совершать это снова. Хотите получать вознаграждение, равное нескольким месяцам непрерывного да'вата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха, указавшему на благое, полагается такая же награда, как и совершившему его. Субтитры создавал DimaTorzok